друзья всем привет продолжается наше автомобильное путешествие третий день сегодня нашей поездки стартуем и как видите из волгограда сейчас немного здесь по мамаеву кугану погуляем посмотрим смену караула вот здесь ребята уже военные на изготовке кому если интересно можете отдельно посмотреть видео посвященное этому мероприятию ну а мы едем дальше едем через сальск через котельникова посмотрим как там дорога очень много было информации противоречивой сейчас мы ее опровергнем или утвердим так что оставайтесь и смотрите что у нас будет дальше интересно итак друзья вот третий день нашего автопутешествия наступил выезжаем из волгограда погуляли по мама его круга но посмотрели немножко все движение уже плотничковое время пол двенадцатого опять поздненько выехали к сожалению ничего страшного погода здесь уже получше вот несмотря на затянутое небо за бортом у меня в автомобиле показывает 27 градусов 26 27 где-то вот уже к обеду хорошо так прогревается по южному воздух здесь вот очень длинный город едем через сальск через котельникова еще там какие-то деревушки посмотрим как дорога все это обязательно расскажу покажу а пока выбираемся из волгограда так друзья вот поехали мы в сторону сальска котельникова уже свернули налево едем от той железки где-то впереди судя по навигатору небольшая пробочка на железнодорожном переезде и движение в принципе здесь довольно таки свободное ехать реально комфортно грузовиков очень мало тем более практически нету ни одно еще не попадалось не знаю как будет дальше по крайней мере на встречке тоже не было видно что касательно дорожного покрытия то такое честно говоря не очень но в принципе соточку можно легко идти очень много заплат швов трещин как бы участки такие попадаются что сильно потряхивает машину ну в пределах ста километров думаю что все могут здесь легко не напрягаясь ехать посмотрим что будет дальше будет ли лучше дорожное покрытие как вы можете видеть меня он легко даже обгоняют по всей видимости местные кончики друзья и так вот мы ехали только что в котельнический район и вот нас встречает вот такое шикарное дорожное покрытие на котором уже вполне себе легко идти 120 но вот я немножко поменьше еду может и впереди вот у меня паровозик из машин надвигается но реально очень хорошее качественное дорожное покрытие это приятно радует надеюсь оно и будет таким дальше в плане гаишников тоже все свободно можно легко по зеленой ехать ну вот можете сами посмотреть что движение особого нету в отличие от того что в саратовской области часть машин видимо по разным направлениям разъехалась по разным направлениям разъехалась но здесь еще немножко продолжаются какие-то ремонтные работы дорожно-строительные песок он летит камушки доделывают очевидно свои работы дорожники ну по крайней мере ну по крайней мере асфальт реально очень хороший едем дальше друзья итак вот мы продолжаем нашу поездку едем в сторону Керчи в сторону Крымского моста значит сейчас было сальское кольцо на нем я шел в сторону Тихорецка была по Яндекс навигатору еще одна дорога но я что-то решил по ней не ехать потому что какая-то непонятная неизвестная судя по отзывам все вот ездят по этой дороге и на самом деле асфальт здесь очень хороший можно вполне как бы 100-120 ехать местами но сейчас вот какой-то был населенный пункт быстро особо к сожалению не поехать грузовиков тоже здесь не так много ездят и в общем-то дорога неплохая отмечу тот момент что самая самая плохая дорога была это вот в Волгоградской области вот только в Ростовскую заезжаешь все везде все хорошо все нормально в принципе можно очень быстро комфортно ехать а мы дальше едем на Тихорецк через Журавскую там буквально небольшой кусочек по М4 проедем и уйдем на Тимашевск опять приедем к сожалению очень поздно не знаю буду не буду снимать потому что в темноте сами понимаете ничего хорошего видно не будет ну в общем и целом дорога мне здесь вполне вполне устраивает из оправок скажу что здесь очень сильно развита сеть лукойла несколько слов скажу о стоимости бензина в Волгоградской области ценник за литр девяносто второго на лукойле порядка сорока трех шестидесяти а здесь вот уже в Ростовской подороже сорок четыре девяносто почти под сорок пять рублей так что имейте это в виду я думаю что чем южнее чем дальше ближе к морю стоимость будет только выше и выше ну посмотрим что будет дальше если где-то немножко ошибся можете поправить в комментариях ну вот тем не менее погода по ходу дела едет с нами со среднеуральщины дожди уже третий день нас преследует как вы видите все затянуто все затянуто периодически то начинается то перестает дождь ну вот скорость можете посмотреть 110 в принципе как бы можно легко держать так все 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...